Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы с вами отправляемся в небольшое телевизионное путешествие в мир фотографий. Причем, какой фотографии? Это целое такое фотографическое исследование нашей жизни. Здесь у нас в студии фотограф Николай Григорьевич Токарев, который проработал конструктором, но всю жизнь свою любил и занимался фотографией, занимался ею профессионально. И обо всем об этом мы будем говорить. Николай Григорьевич, здравствуйте! Добрый день! Во-первых, лежит у вас книга, некая антология фотографов. Что это за сборник? И вы там есть. Давайте начнем с этого, чтобы вы понимали, кто к нам пришел. Что это за сборник? В шести... Где-то... Ну, при советской власти... Так. У нас был такой фотографический прорыв за рубеж. Значит, шесть выставок в Америке было фотографий. До этого не было ни одной. А тут сразу шесть? А тут вот в разных смысле... Одна выставка в шести городах она шла по городам. В Европе, значит, бывали, а в Америку вот прорывались... Передвижники прям. Да. И, значит, это все организовывал такой фотограф Апоен, но он потом занялся организацией фотовыставок. У него получилось очень складно. Он с людьми... Он сам был классный фотограф. И бизнесмен. По разным странам. Выставка была. У него там интересные фотографии. И он разбирался в этом деле. И, значит, он привлек к этим выставкам фотолюбителей. И они были... Там жизнь ключом была на этих выставках. Понимаете? И по этим выставкам нескольким, значит, была такая выставка еще типа как бы отчетная по зарубежному в Манеже. И потом, значит, в память вот этой уже... В память этих выставок, значит, снова... Значит, в Манеже была это Драчинский организовывал. А потом уже у него была молодая супруга, которая там моложе лет, значит, чуть ли не... Ну, на 15. В общем, он из жизни ушел так трагически рано, довольно-таки. Она осталась. Она вот уже в возрасте. Значит, и... Значит, это, так сказать, как бы помнили эти выставки. И решили. И решили, ну, так сказать, как... Реанимировать вспомнить их, да. В Центральном доме художника организовали такую выставку в память вот о тех выставках. Международная выставка, как бы. Тут уже она стала международной. Была раньше, значит, Советский Союз, а тут прибалты, значит, участвовали. Получился знак международный. По поводу этой выставки. И тут, как бы, значит, это, значит, супруга Берочинского, ну, значит, ей помогла галерея братьев Люмьер. Они, значит, это все, значит, взяли на себя. И очень складно получилось. В общем, галерея интересная. Они у меня, значит, купили несколько фотографий. Значит, мне приятно с ними было общаться. И, значит, вот, как бы они нацелились на, значит, не просто, значит, сделать серию выставок, а по ним это уже было практически уже исторические фотографии. Это уже было же полсотни лет. Хронология сообразная, да. И вот они, значит, вот это вот, и выпустили вот антологию, которая, вот эта вот антология, например, значит, 60-е годы, да? Вот они как бы вот... 60-е, 70-е годы. И, значит, конечно, тут такие имена, и вот я сюда тоже, значит... Ну, покажите вашу страничку. Вы попали. Это такой, можно сказать, библиографический справочник фотографа в того периода. Да, я тогда был молодой, мне еще 30-ти не было. И, в общем, вот, я просто был, честно говоря, вот тут по... Давайте покажем. Ну, в общем, вот, тут обо мне там какие-то странички обо мне. А вот просто покажите полностью. Раскроем ее, да, и поставим вертикально. Вот, то есть страничка о вас, Николай, Токарев Николай, и ваша фотография. Нет, тут... Несколько, ряд фотографий, да. Вот тут фотографии, но мы сейчас покажем их в крупном плане. Да, и там, мне приятно было, что в предисловии еще... Тоже вас упомянули. Да, да, на фоне вот этих вот метров. Да, метров-монстров. Скажите, пожалуйста, а с чего у вас началось? Когда был первый... Ну, все же люди когда-то фотографировали. Я помню, тоже этим увлекался этот... Ну, были времена смены, у всех культурных людей были смены. Проявки, фиксаж, закрепитель, увеличитель. Все это прямо фотографировали все подряд. У вас из увлечения-то превратилось фактически во вторую профессию. Когда вы почувствовали, что вы не просто фотограф, а вы даже художник, можно сказать? Почувствовал я как-то. Ну, началось у меня... Брат старший работал учителем в большом селе. Я родился в Татарстане, и потом учился в Казани в институте. И он купил... Значит, его забрали в армию. Он так порвал до армии, был учителем. Потом снова после армии был учителем. И у него вот в армии там он посмотрел, значит, как бы... Фотограф ему понравился. И он решил фотоаппарат купить. Самый дешевый, зоркий, примитивный. Самый дешевый, простой, да? Да. За 30 там с чем-то рублей. Самый дешевый. Но не смена. И, значит, он начал это осваивать. Я у него так тоже, в общем-то, значит, это дело освоил. И когда я закончил школу, поступил в институт, он мне этот фотоаппарат подарил, а сам себе купил уже «Зенит». Вот. И в институте что-то я снимал, значит, ну, возможно, скромные были у этого фотоаппарата. Значит, к сожалению, там выдержки, длинных выдержек не было. А то можно было бы интереснейшие кадры делать. Ну, летом я спортом занимался. Я вообще был, значит, легкой атлетикой занимался. И в сборной татарской был. Принимал участие на всесоюзных соревнованиях. У меня был первый разряд. И с первым разрядом можно было принимать участие. Значит, ездил в Москву, там разные города. И, значит, вот летом спортивно-оздоровительный лагерь у института был на реке Меша. Но я там уже день длинный снимал. Ребята так, кто-то купается, прыгает. Там байдарки были. И что-то мы на байдарке. Я за все снимал-снимал. Потом уже домой приехал на каникулы и это все проявил. И что-то отпечатал. Но в былые времена мы печатали скромно. Значит, 6 на 9. Да, 6 на 9. 6 на 9. Значит, резали. Рамка такая была. Рамки, значит, 9 на 12. Можно было 6 на 9. И две штуки 9 на 12. Да-да-да. 9 на 12. Потом бумагу я так, значит, как бы, брат-то приспособился. Маленьких форматов, значит, они бывали, но не всегда. Разрезали. Мы с ним разрезали, да. И, значит, у меня были, значит, 18 на 24. И вы наделали этих фотографий спортивных? 13. Ну, не спортивных, но какие-то там даже, ну, что-то там на природе. В общем, молодежь. И какие-то кадры мне понравились. Я их отпечатал 12 на 18. Ага. Ну, так, просто думаю, вроде как интересно. А когда я их привез в институт, мне говорят, ну, так, я понял, что что-то тут у меня... Получается. Получается, так? Но при этом вы продолжали учиться и стали конструктором. Да, конечно. Но параллельно, вот, вы почувствовали, что, может... Ну, в институте, ну, значит, уже в институте я, как бы, выставки там были в Казани, фотовыставки. Ну, и вот, к сожалению, у нас мало времени, а ведь всегда важно показать работы фотохудожника. И у меня, видите, здесь на столе все усыпано фотографиями. Давайте мы начнем их знакомить, и, походу, вы сами расскажете, как и что. Ну, во-первых, действительно, многие фотографии имеют еще под собой и издательскую деятельность. Вот, например, 1968 год. Ой, надо же, 12 номер 1968 года. Это год и месяц моего рождения. Представляете, вот мы встретились. «Семья и школа». Вот у меня в руках это издание. Вот здесь есть фотография. Вы не переживайте, сейчас я ее покажу. Фотография, которая подписана здесь. Фото прислал читатель. n.tokariv.moskva. На выставке. Называется фотография. И вот мы сейчас ее вам покажем. Эту фотографию, которую нам любезно предоставил Николай Григорьевич. Вот как она выглядит. Где это вы подхватили такое замечательное... Это в Центральном доме худого... Вернее, извините, в Манеже. В Манеже. И была выставка всесоюзная. И, значит, вот я... Значит, вот это вот дело усек. Я, понимаете, когда у меня на первой всесоюзной выставке экспонировались фотографии, вот там вот ливень, например, еще две, я приходил как на праздник. Всесоюзная же выставка. Ну да. Для меня это было... Вдруг отобрали... Значит, практически нигде. И сразу попал я на всесоюзную. Так, случайно, можно сказать. Но была выставка, официальная первая выставка. В фотоклубе я в фотоклуб начал ходить. И, значит, когда вот на первой выставке я приходил, смотрю, снимают киношники, снимают фильм. Я спросил, а это что это за люди? Они говорят, это вот американцы, значит... Снимают. Купили, значит, разрешение на съемку вот этой выставки. Они выставку снимают, там полторы тысячи фотографий. И там я увидел, как они снимают. Вот зритель смотрит. Они подошли, этот, значит, режиссер ему показывает. Оператор заснял, снимает. Увидел, оглянулся зритель. Да, они раз уже исчезли, другого ищут. И мне это так понравилось. Я начал снимать на выставках. У меня вот здесь вот все же они с выставок. Ага, выставочные фотографии. Это для меня вот основная тема. Значит, удачных у меня буквально полтора десятка. Но все удачные. Нет, у меня-то их с полсоти. Нет, я имею в виду вот из этих. А, ну да. То есть такой выставочный набор. Да. Еще хочу показать диплом Николаю Токареву. Диплом участнику Международной выставки художественной документальной фотографии в Москве, посвященной 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Это 1970 год. И подписан он председателем оргкомитета Екатериной Фурцовой, министром культуры Советского Союза. А какая фотография? Фотография, которую я вам сейчас покажу. Вот фотография, которая сделана нашим сегодняшним гостем, и которая тоже, помимо того, что она стала выставочным экспонатом, и была на многих выставках, правильно я понимаю? Ну, она обошла полтора десятка стран. Вот. И также попала эта фотография в журнал. Журнал, который называется «Советское фото», то есть в профильный, как говорят, журнал. Опубликован он был в мае 1972 года. Вот тоже эту фотографию мы можем с вами видеть. А что это за девушка? Где вы ее подглядели-то, вот эту замечательную красавицу русскую? Случайный кадр, можно сказать. Мне у нас вообще, я работал, когда на вертолетном заводе, но он и сейчас закрытый вообще. А раньше это было... Николай Григорьевич конструктором работал всю жизнь, да. Раньше закрытое предприятие. У нас был, значит, большой отдел, и в нем еще как бы подотдел. В большом отделе там доска почета, а здесь у нас тоже в этом подотделе полсотни человек. И начальник отдела, когда узнал, что я так фотографией занимаюсь, он говорит, а давайте мы у нас тоже доску почета сделаем. И, значит, договорился с первым отделом, что я прихожу на работу, фотоаппарат в первом отделе оставляю. Потом я отснял, значит, весь материал как бы снова принес в первый отдел. И потом, значит, они меня в конце рабочего дня сопровождают. Я, значит, сколько-то пленок, ну, не по одному уже кадру снимал. Ну, понятно, понятно. Несколько пленок отснял, и на последней пленке осталось у меня, ну, там непонятно, 2-3 кадра осталось как бы. А рядом со мной работала техник-конструктор вот эта вот Людмила Новикова. Людмила Новикова, видите, мы можем даже восстановить ее. Я ей говорю, Люд, ну, красивая девушка рядом, значит, я говорю, вот тут мне пару кадров осталось. Давай я их на тебя использую. Она говорит, а можно я в платке, я новый платок купил. Я говорю, как хочешь, вот она этот платок одела. Я поставил ее около окна. Давайте сейчас покажем еще раз нашу героиню. Вот, спасибо, да, так. И, в общем, ну, я сделал, ей сделал этот отпечаток. А потом как-то, ну, и начал я ходить в московский фотоклуб. И там ее оценили. И дошло дело даже до диплома. И потом, значит, вот из АПН пришли товарищи в фотоклуб. Они когда вот... Значит, товарищ начал организовать эти выставки. Они пришли. И что-то там было у них под рукой. И вот эта работа, значит, говорит, ну, автора этого, вы к нам пришлите. Мне... Я прихожу в фотоклуб. Мне говорят, зайди в АПН. Возьми контрольки. Ну, я вот в АПН зашел и контрольки взял. И у меня, значит, полдюжину отобрали. И они вот у меня пошли там по европейским странам. Так вы стали европейским. Сейчас давайте мы сделаем паузу. К сожалению, первая часть программы закончилась. У нас еще много вопросов к Николаю Григорьевичу Токареву, фотографу и конструктору. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях фотограф Николай Григорьевич Токарев. Фотографий много. Давайте мы сделаем сейчас... Покажем фотографии. Вы просто о каждой работе что-нибудь скажете. Может быть, что-то будет у вас навевать какие-то. Вот что это за работа у нас такая? Ну, это... Я был в отпуске. И меня, значит, вот помогли мне, значит, из моей глухомании до пристани доехать. Вот этот паренек из нашего села, значит, вот... То есть, это прям реально, вот картина... Вот он сидит, а я... Вашего транспортного средства, да? Я... У меня аппарат с собой был. Я на телеге ехал, а потом, значит, слез иззади, значит, пошел, вот этот кадр сделал. И... И получилось. С другой стороны, моя супруга еще сидит, но, значит... Получился такой одинокий пастух, можно практически сказать. А вот еще работы, которые объединены таким тоже детским звучанием. Это кто? Ваша... Это дочь вообще. Дочь. Давно ведь была, полсотни лет назад. Так. В саду. Самовар. Все как положено. Хорошо. И вот еще работа тоже такая с выставки. Обратите, кстати, внимание. Можно я покажу? Вот так вот на выставке тут оборвано всевозможными. Не просто так вешается работа, да? Вот это у нас фотография «Дождь». Да. «Ливень». «Ливень». Назывался так. Это я, значит, пришел, когда в аркомитет на всю свою выставку. Я говорю... Товарищ, который отбирал... О, это мы берем. Я говорю, только название... Я не знаю, как назвать. «Ливень». Так оно и укрепилось. Да. Николай Григорьевич фотографировал звезд, которые приезжали сюда, в городской округ Люберца. Вот давайте я буду показывать, а вы расскажете, что да как. Может, и человеке что-то расскажете. Ну, это просто... Ну, вот заснял я его где-то. Он отдыхал. И перед выступлением я... Значит, они ждали, как бы заранее приезжали. И многие... Значит, я... Значит, вот заходил. Они в метод-кабинете, значит, в Люберецком ДК сидели. Я заходил, и иногда с какими-то... Вот с Ножкиным, например. Он много раз приезжал. Давайте сейчас с Ножкина раз уже его упомянули. Покажем. Михаил Ножкин. Вот Ножкин у нас сажает дерево. Да. И он меня уже знал, как бы... Значит, как бы... И как-то с ним было приятно. То есть доверился. Доверял вам уже, да? А это, я так понимаю, наверное, здесь у вас сняты эти два замечательных актера. Мне кажется, что это было что-то с пиратами XX века, наверное. Нет, просто... Просто один. Творческая встреча. Созрительные встречи. Петр Ильяминов. Да. Петр Ильяминов. Вот. А это Евгений Евтушенко. Да. Обратите внимание. Это тоже здесь выступал в Люберцах. Да. Вот в ДК. В ДК. Он, конечно, очень хорошо навострился читать стихи. И так у него это... Все признавали, что он свои стихи очень хорошо читал. Да, не каждый поэт может свои стихи читать. Вот Савелий Краморов. Такое редкое фото. Это им еще в Советском Союзе. Да. Самое, что называется, популярность. Но тут обратите внимание. Такой крупный план. Вы практически одна голова. Две очень большое увеличение. Потому что как бы так он более так... У него вот этот образ такой типичный. Как бы я в какой-то степени его не стал размывать. Значит, вот сделал его так крупно. Ну, это прямо в движении во время выступления, во время Творческого вечера. Что-то... Да, вот что-то во время выступления. А вот этот вот сейчас... А вот это Александр Градский, которого вы хорошо все знаете недавно. Он уже покинул Сеймир. Это было давно-то, около 50-40 лет. Тоже предложили ему сфотографироваться? Просто, да, я попросил его. Значит, пожалуйста. А вы фотографии потом отправляли? Кому-то отдавало, кому как. Кому как, кому как. Хорошо. Ну, вот это одна из последних фотографий, да? Прям видно и по бумаге, и по качеству. Да, да. В Манеже у него была выставка. Да, да, да. В смысле, была большая выставка, и у него был такой большой блок. И вот он, значит, делился с корреспондентами, рассказывал о своей жизни. И я тут тоже вот этот кадр сделал. Ну вот, великолепная актриса тоже. Да. Кстати, можно посмотреть. Здесь же не просто время запечатлено, но запечатлена и мода, и взгляд. И вот все-все-все, и работа парикмахера, да, и стилиста, и все на свете. Ну, совершенно правильно. Алан Быков, это такая зимняя версия прям. Ну, он, значит, как бы на сцене, так не очень у меня, значит, крупного кадра не было, а уже он собрался уходить домой. Ага. В коридоре я говорю, можно секундочку? Он остановился. Вот я сделал один кадр, вот он не очень резкий. Ну, с рук там темно было, и я его заснял. Роман Карцев на сцене выступления. Вот кого-то я на сцене, значит, получалось. А кого-то вот так вот, как вот там вот. Так, хорошо. Вот Тихонов, например, в коридоре. Тихонов, сейчас мы покажем Тихонов, вот прямо в коридоре. Он идет. Я говорю, извините, я говорю, тут вот для отчетности надо... А, обманули, да, для отчетности. Ну, да, он говорит, ну, пожалуйста, вот так, так. Ну, я два кадра сделал, и, значит, вот такой... Актеры-то знают, как фотографируются. Валерий Сергеевич Золотухин. Золотухин. Да, вот тут прям такое очень фото. Ну, что-то тут, значит, было, значит, в общем, чай питье было после выступления. И он сидел напротив меня. И вот как бы тут я несколько кадров сделал, и как-то он в таком виде вот... И вошел в историю. И вошел. Ну, и вот тут, конечно же, отдельная история. Это две фотографии. Да, вот это... Владимир Семенович Высоцкий. Выступление в городе Люберцы. На этом концерте был Николай Григорьевич. И вот две фотографии, по крайней мере, здесь представлены. Это имени с этого концерта. Ну, в музее там больше трех десятков. А общались с ним? Вы же его фотографировали как-как? Или только на сцене, только в конце, во время концерта? Нет, а там же кадр-то со стаканом. Да. Значит, я подошел... С стаканом кадр. Я, значит, сказали, что будет собрание клуба книголюбов, чтобы не испортили концерт. Ну, все так и знали, что будет Высоцкий, но официально было собрание клуба книголюбов. Да. Я, значит, пришел чуть пораньше, значит, в комнате он, где, значит, пребывал, там битком была, брали у нее автограф, он писал, 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 писал. Потом, значит, эта организаторша подходит к нему. Владимир Семенович, вот вам чай. Так очень, так это демонстративно она поставила стакан. И всех удалила. Ну, ей кто-то, наверное, сказал, а меня одного оставила с ним. Он повесил гитару, значит, взял сигарету, закурил, и вот со стаканом я ему сказал, не обращайте на меня внимания. Ну, правильно, да. И он начал настраиваться на концерт. Я вот сделал несколько кадров, там, штуки четыре. Ну, и как-то вот этот вот более-менее вот такой вот... Вот он со стаканом и с сигаретой. А какой это год? Не помните? За год до смерти. За год до смерти. То есть 79-й год. Ну, тут видно уже, да, что это такое уже. Ещё много фотографий звёзд. Я думаю, что это, безусловно, отдельная история о каждом рассказать. Но я хотел бы показать ещё две работы, которые по-другому тоже показывают творчество нашего сегодняшнего гостя. Вот просто дыхание такое. Ну, удачные, да, обошли. И это вот обошло много стран. Вот это. Вот это вот она. Когда была выставка, вот это вот по результатам выставок, мне Драчинский говорит, слушай, я делаю у входа в Манеж иконостас советских людей портреты. Больше полста. Слушай, сделай ты вот с этого квадрат 50 на 50. Я сделал квадрат 50 на 50. И вот он, у входа в Манеж висел этот квадрат. Мне было приятно, что вот она защита. Николай Григорьевич, так много интересного мы узнали сегодня. К сожалению, программа наша, а нам столько нужно было и поговорить, и показать, и рассказать. Каждая фотография – это же маленькая жизнь. Каждое фото – это история. Мы благодарим вас за то, что вы пришли. Я предлагаю, давайте через какое-то время ещё раз встретимся. И, может быть, прям по конкретным каким-то фотографиям пройдёмся ещё раз. Вы расскажете. Потому что это очень интересно, поверьте. И приятно, что вы смогли не только выступить в роли фотографа, но это такая летопись, в том числе и городского округа Люберца, и ваше персональное, и ваши фотографии знает весь мир. Ну, в общем, обошли где-то так. Вот тут вот отмечали столетие нашего, ну, Люберецкого, Томилинского конкретнее, Иван Васильевич Рыжиков, значит, вот, значит, именем его названа библиотека, а там фотография моя. И, знаете, ну, эти тысячи фотографий, которые, значит, я делал уже... Значит, раньше это было сложнее отпечатать хороший кадр, там, всем, кого-то попал в кадр случайно. А сейчас это проще, я смотрю, ага, ну, какие-то знакомых много, и подбираю на диск, сбрасываю, и дарю эти десятки дисков, я вот так раздарил, и мне приятно, что это всё раскрылся. Николай Григорьевич Токарев, фотограф, конструктор, был гостем нашей сегодняшней программы. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!